вот таким вот образом я расположила рассаду это не вся рассада это некоторая часть от рассады другая рассада у меня расположена на других окнах юго-восточных это юго-западное окно для сеянцев которые уже более или менее начинают подтягиваться которые чуть-чуть больше те которые поменьше у меня расположены на других окнах как только они будут подрастать я перенесу их сюда а пока самые маленькие находятся у меня на окнах где побольше солнышка погода у нас сейчас на кубани переменчивая солнышка конечно мало но тем не менее ранним утром так уж получается что солнышко нас понемногу радует соответственно для самых маленьких сеянцев самое подходящее окно это юго-восточное а это юго-западные окна здесь солнце если и будет то только во второй половине дня здесь сеянцы у меня уже подтянулись чуть-чуть больше поэтому они будут сейчас находиться вот здесь ранее я на канале делала видеоролики как я наиболее оптимально размещаю рассаду все это есть на канале все это вы можете найти в отдельных видеороликах отмотайте ленту событий назад и все это может сможете найти и посмотреть значит непосредственно вот в этих вот в этой таре у меня находится томат дебара гигант я это сурки уже рассказывала что это за сорт какие значит параметры характеристики у этого сорта все это есть в отдельных видеороликах сажала я делала посев данного сорта дебара гигант 14 марта а вот на текущий момент времени сейчас у нас уже 6 апреля получается чуть больше трех недель данным сеянцам выглядит они вот таким вот образом то есть потихоньку постепенно растут кратко конечно могу рассказать о том сорте на тех кто не видел данный видеоролик и по каким-то причинам ну вам сложно его найти в общей ленте сорт дебара гигант средний поздний начать и сажаю я этот сорт для открытого грунта непосредственно сразу сажать буду данные сеянцы именно в открытый грунт вес готового томата до 300 грамм значит данный сорт я сажаю именно в этом году впервые поэтому какой будет урожай как говорится посмотрим со временем по возможности я конечно расскажу что будет в результате но это когда настанет сезон сбора урожая рассаду я свою выращиваю при помощи значит обычным способом самым распространенным в одноразовых стаканчиках обычных на 200 миллилитров для меня это самый оптимальный способ посев семян я делала 14 марта и буквально на 4 5 день первые всходы стали появляться собственно производитель на оборотной стороне так и расписывает и описывает данный сорт производитель русский огород значит дан данных сеянцев мне этот производитель также как и мир семян я уже рассказывала не один раз об этом производители и русском огороде все это есть предыдущих видео выпусках всем кому интересно можете отдельно посмотреть так вот эти производители мне нравятся потому что схожесть семян практически равна к ста процента здесь у меня подтягивается тоже они еще маленькие вот ну на более солнечных окнах они мне не поместились будут находиться пока здесь потом тару поменяю по возможности поставлю там где больше солнышка просто не помещается это сорт томата мечта огородником также посев делала 14 марта и вот спустя уже чуть больше 3 недели таким вот образом томат потихоньку растет и подтягивается наращивает свою зеленую массу корневую систему то как я все это удобряла свою рассаду подкармливала все это есть отдельно на моем видеоканале в других видеороликах это сорт томата корнеевский также посев делала 14 марта подкормку 24 марта пикировку 3 апреля вот на 6 апреля такая вот уже маленькая рассада растет потихоньку здесь также сорт дебара гигант это тоже дебара гигант дебара гиганта я больше в этом году посадила на рассаду посмотрим что с него вырастет здесь тоже должен быть дебара гигант а это сорт томата в большом самом большой самой тарик сорт корнеевский о корнеевском я тоже достаточно подробно ранее рассказывала в прошлом сезоне даже производила эксперимент как самым быстрым оптимальным способом кратчайшие сроки прорастите из семени рассаду чтобы успеть посевному сезону все это есть на канале отдельно можете посмотреть ну вот таким вот образом я выращиваю свою рассаду в этом году безусловно залог хорошего урожая заключается в своевременном уходе за рассадой подкормкой ну а далее когда у дело дойдет до посадки в открытый грунт своевременная прополка полив умеренный ну и прочее 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 действия по уходу чтобы у вас был хороший урожай в итоге как говорится без труда не выловишь и рыбки из труда как-то так так